Меня зовут Джим и это первый выпуск передачи Тепло и Крабово. Одной пословице говорится, одна голова хорошо, а ламповая голова лучше. Именно поэтому мы всей или почти всей Крабовой братвой скинулись немножко вечно зеленых для того, чтобы купить пиво для Юрия Висбора. Пиво для Юрия Висбора. Это большой ящик, в котором есть 7 бутылок оболоньки. Три из них находятся в предусилении и четыре на оконечнике. Сейчас пока поставлены все значения на середину, мы подключаемся в хайгейн, потому что в логгейн подключается только... Никто не подключается. Буст выключен. Здесь помимо обыкновенного темброблока есть еще два гнезда сэнд и ретерн, что очень удобно, что они находятся на лицевой панели усилителя. Они нужны для подключения эффектов в петлю самого усилителя. Справа находится общая громкость, потом две крутилочки для изменения внешнего вида, если так можно выразиться, вашего звука. И есть еще крутилка текстура, она добавляет либо убавляет мощность или меняет тип ламп. Если... ну не тип ламп, они работают немного по-другому. Если выкрутить в самый низ, то получается классический звук. Если выкрутить на максимум, то получим осовремененный хайгейн. Пока у нас все на середине, давайте послушаем. Усиление у нас минимальное, но мастер, если что, подкрутим. Теперь попробуем добавить усиление, когда все стоит на середине. Получим из обыкновенного чистого уже подкручеванный такой звук, немножко приближающий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавим громкости теперь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь забустим вот это дерьмо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь отдельно, короче, попробуем каждую крутилку в ноль поставить, потом поиграть и максимум. Сначала мы бас поставим в ноль, все остальное на середине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается очень острый такой песочный, в принципе, звук. Теперь на максимум бас, короче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То же самое, но при этом низы уже чувствуются. Теперь поставим это на середину. Уберем вообще середину по идее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Должно получиться что-то ближе уже к такому жесткому трэшу, но не будем выкручивать общую громкость и усиление, потому что мы хотим уши сейчас сохранить в рабочем состоянии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь середина на максимум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уберем вообще высокие. Зачем они нужны нам? Мы же играем сладше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь попробуем на максимум высоких. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все на середине. Теперь попробуем послушать, как вот это все влияет на звук. Уберем первую крутилку в ноль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом на максимум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь надо послушать, как это вообще выглядит в динамике. Это мне поможет завхоз. Сейчас, пока буду играть, он будет медленно подкручивать это до максимального значения. А я буду просто долбить один аккорд. Ну, какой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь попробуем вторую. Точно так же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, по своим ощущениям могу сказать, что они просто добавляют яркости и насыщения звуку. Хотя, в принципе, могу ошибаться, это надо все слушать своими ушами. Теперь попробуем текстуру. Сейчас я поставил в классическую. Теперь современный, как они его называют. Теперь то же самое, я буду играть в какой-нибудь хрень и завхоз будет путить. Посмотрим, зачем нужны вот эти два разъемчика. Значит, сюда мы подключили педаль дилей фирмы МТ. Ну, давайте с ней что-то снимаем. Я переключусь из бриджа в мяк, чтобы по лайтове он не был. Добавим микса. КОНЕЦ Поменяем там какие-то настройки. На прямой мы подключили все остальные педали, но я поиграю на фараон фузи, чтобы смотреть вообще дружно. Вот эта вот голова с каким-то педалью перегруза. Еще раз, то, что у нас все на себе, если стоит, вот просто пара аккордов. С педальчиком. КОНЕЦ 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 Если хотите, можно послушать на других педалях. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ